Дорогие друзья, дорогие друзья, подходим к нам, у кого кто-то воевал, может быть, кто-то работал в ТУ. За каждым снимком история жизни, так говорят участники акции «Бессмертный полк». С сегодняшнего дня эту историю можно еще и услышать. Я хочу рассказать про дедушку Алексея. Комарова? Комарова. Идея по созданию своего рода звуковой дорожки о героях той войны принадлежит редакции радио «Комсомольская правда» Барнаул. Всемирно, теперь уже акции «Бессмертный полк» придали новое звучание. У микрофона потомки тех, кто отдавал жизни на фронтах Великой Отечественной. Ну потому что уже действительно, даже забыли уже, никто не знает, что такое Великая Отечественная война. И что это, как поколение, кто-то все уходит уже. И никто уже не почитает ничего, так чтоб маленько хоть знали. Трагические истории здесь переплетаются со счастливыми. Всего их больше 15. Для воссоздания эффекта того времени организаторам помогли сотрудники музея «Мир времени». Отдельный уголок – фотозона в виде советского блиндажа. Пришли люди заранее, нас несколько бабушек ждали. Сказали, что они специально пришли, чтобы рассказать о своих предках. Подходили мальчишки, то есть дети в этом участвовали, молодежь подходит. Вот очень трогательно. И я, честно говоря, очень рада за барнаульцев, что они готовы принимать участие в таких замечательных акциях. Услышать бессмертный полк можно ежедневно до конца мая. Для этого нужно настроить радиоприемники на частоту 106,8. Уже сейчас организаторы решили повторить подобную акцию ровно через год. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...